История Красносолинского хлевоприемного предприятия идет от Дулинских 1872 года Амбаров и Тарадеевского 1915 года Склада. Именно здесь первые истоки были за рождение этого предприятия. Дулин, это купец, прибыл в 1870 году в Сулин из Луганской станицы, он был казаком. Построил амбары, два больших амбара и этот дом. В истоке образования Красносолинского хлевоприемного предприятия стояли беседы Акима Петровича, Роско Анна Николаевна, Арбаконева Тамара Иосифовна и Дохниш Варвара Ефремовна. Трудовая династия беседа на Красносолинском хлевоприемном предприятии 54 года с 1947 по 1983. Это отец, мать и трое сыновей. Именно в этот период в основном была создана материально-техническая база нынешнего хлевоприемного предприятия. Построены все склады общей емкостью 25,9 тысяч тонн. Две приема очистительной башни ПОП, зерносушилка ДСП-32. Все зернохранилища были соединены верхними и нижними галереями транспортерными. Установлены две отгрузочные точки на железнодорожный транспорт, пять отгрузочных точек приема зерна с автотранспорта. Установлены двое весов 30-ти тонны. Построены были лаборатория, бытовой корпус, пожарное депо и контора. Короче, то, что сейчас находится в нынешнем состоянии. За всю историю хлевоприемного предприятия у руководства были 10 руководителей. Первый – Барыбин, второй – Иванов, третий – Мызников, Ермолаев, Новичков, Кравченко, Беседов Виктора Акеновича, Кезанова, Лидия Михайловна, Плютьевич Слава Павловича и Крашенкова. Сейчас нынешний руководитель Наталья Юрьевна. Здесь также располагаются фотографии еще с первым коллективом. Тогда назывался не хлевоприемное предприятие, а за год пункт. Это 1947 год. Коллектив вместе с директором первым Барыбином. Вот здесь вот Дохнич и Беседа, Ким Петрович. Второй директор уже Иванов, тоже фотографии. Здесь это Иванов сидит в конторе, который дом построил Дулин в кабинете. Тоже Иванов со своим коллективом. Это новогодний Новый год в 1952 году праздновали. Директор Мызников передает дела второму директору Ермолаевому прибывшему. Это вот была контора по улице Октябрьская еще. Первая контора, когда была построена на том предприятии. Ну вот, почетные грамоты в то время вручали Беседа Ким Петровичу, Беседа Виктора Кимовичу. Эти вот фотографии елки для детей проводили. А вот интересная фотография, 52-го года. Это в доме купца Дулина елка проходила. А Дедом Морозом был сам директор Иванов. А я вот вспомнил, недавно читал, смотрел журналы, подшивку старые. И стихотворение увидел. «Сталин думает о нас». Именно это стихотворение я читал в 1952 году. Это подарки Беседа Ким Петровичу от коллектива хлебоприемного пункта, когда уходил на пенсию часы самовар. А это вот еще остались когти для электрика, тоже 59-го года. Это Аким Петрович. Аким Петрович вот она, эти когти держит. Для детей я специально здесь заполнил зерновые культуры, сдаваемые на хлебоприемные предприятия. Чтобы они видели пшеницу, рожь, ячмень, овес, проса, кукуруза, горох и подсолнечных. Ну вот. А здесь, когда в 1965 году мы прибыли на хлебоприемное предприятие, это я, это мой брат Петр Акимович. И вот красавица Азалия Михайловна в 1968 году после окончания Краснодарского технического института. Это фотографии уже нынешней работы. А вот интересная фотография. Это первая машина 1976 года.